друзья добрый вечер у нас сегодня очень интересная тема эфира кремы гели сыворотки как легко и быстро разобраться в составе мы перешли к уходу за лицом что меня очень и очень радует итак несмотря на бешеное количество существующих средств по уходу под разными разными названия на самом деле их совсем немного разных типов кремы достаточно стандартная вещь это всегда какая-то эмульсия что такое эмульсия это вода масла и эмульгатор то есть эта смесь воды с маслами но такая что она не расслаивается и не расслаивается именно благодаря эмульгатору что такое гели гель это вода и гелеобразователь то есть мы просто зажелировали воду с какими-то питательными веществами для кожи что такое сыворотка а вот сыворотка может быть вообще чем угодно сыворотка это скорее функциональное название то есть сыворотки бывают гелевыми эмульсионными бывают чисто масляными но в чем принципиальное отличие почему этот продукт выделили в отдельную категорию подразумевается ну по крайней мере изначально подразумевалось что сыворотка это продукт интенсивного ухода то есть он должен содержать повышенной концентрации каких-то полезных компонентов и совершенно четкую функцию обеспечивать все на самом деле каких-то требований к составам сывороток нет вообще то есть здесь производитель может быть совершенно свободен очень часто сыворотки бывают вообще как вода какие-нибудь капельные в монодозах давайте вот теперь разбираться по очереди как вы могли бы легко разобраться и проанализировать состав любого крема как я уже говорила любой крем это что это вода с растворенными экстрактами водорастворимыми витаминами какими-то увлажнителями это смесь масел разной степени полезности и разной степени натуральности других жироподобных веществ то есть там могут быть минеральные масла могут быть силикон это все у нас относится к жироподобным веществам в жировой фазе крема и для того чтобы после смешивания все это безобразие не расслоилась к нам опять пришла кошка замечательно пусть будет для того чтобы все это не расслоилась нам абсолютно необходим эмульгатор без эмульгатора кремов не бывает и не может быть это не научная фантастика если мы не говорим о каких-то хитрых системах где в качестве загустителя например диоксид кремния липофильные используются но это совершенно не физиологично то у кремов без эмульгатора не бывает все это надо просто запомнить если вы читаете какой-то необыкновенный волшебный состав не исключительно экстракты масла эфирные масла и при этом это имеет консистенцию крема что-то забыли написать в составе как теперь можно понять сколько чего в этом составе с маслами обычно проблем не возникает вы их легко идентифицируете но нам нужны какие-то маркеры и вот на самом деле есть несколько очень интересных моментов которые вам позволят достаточно точно спрогнозировать вот читая состав сколько именно этого вещества там содержится почему потому что вот как раз технологические компоненты обычно имеют очень узкий диапазон возможных доз и если вы в составе крема сможете идентифицировать где там эмульгатор где там отдушка где там консервант где гелеобразователи иногда они тоже включаются в крем то вы четко сможете понять все что до этого компонента находится в более высокой концентрации все что после в более низкой концентрации общее правило составов вы помните следующее мы всегда состав пишем от наивысшей концентрации к наименьшей единственное исключение сейчас законодательно уже разрешили сделали такое послабление производителем все компоненты концентрация которых ниже одного процента там можно не соблюдать очередность их можно валить в одну кучу и так вот где те самые тайные маркеры которые нам позволят объединить определить собственно сколько чего положили в крем самое основное конечно это эмульгатор эмульгаторов существует просто масса разных видов я постараюсь потом сделать пост вот так же как папа вам делала с разбивкой на более физиологичные менее физиологичные более натуральные менее натуральные просто списочки эмульгаторов такие шпаргалки но вне зависимости от вида эмульгаторов вот средняя температура по больнице эмульгатора нужно порядка пяти процентов в креме или сумма эмульгаторов то есть если вы например читаете и видите в составе или прогнали состав через сайт экоголик если вы увидели что там несколько эмульгаторов составе то надо понимать что эти пять процентов разделились между этими несколькими эмульгаторами соответственно там 1 например будет 3 процента 2 2 процента и так эмульгатора порядка пяти Все, что до него находится в более высокой концентрации, обычно до него у нас идут только вода, возможно, с какими-то инфузами и какие-то масла. И все остальное идет уже после эмульгатора. После эмульгатора что еще у нас может являться очень интересными маркерами? Во-первых, если у нас крем с низким содержанием жира, например, крем для жирной кожи, его обычно очень тяжело сделать стабильным. Они очень любят разваливаться, эмульгаторы вообще очень не любят низкие жировые фазы. И в таком случае, для того, чтобы обеспечить стабильность крему, чтобы он у вас не разваливался на масло и воду, необходимо как раз в водную фазу добавить немножко эмульгатора. Сколько это немножко? Для крема нормальная дозировка это где-то 0,3-0,4%. То есть если вы читаете состав крема и вдруг видите какой-то гелеобразователь, опять же, что есть гелеобразователь? Вот самое простое прогоняйте через какой-нибудь экоголик или любой другой сайт, просто забиваете в поисковик, тут же видите, что за вещество. Но вы понимаете, раз там гелеобразователь и это крем, значит гелеобразователя там 0,3% или 0,4%, не больше. Иначе этот крем будет сворачиваться, скатываться и давать ощущение пленки на коже. То есть гелеобразователь отсекли, следующими еще более точными маркерами у нас являются отдушки и некоторые витамины. Общее правило, если у нас используется какая-то классическая косметическая отдушка, ее в креме обычно не бывает больше 0,15%. Чаще всего это вот 0,1-0,15%. Все, что больше, дает уже интенсивный запах и обычно на лице неприятно. То есть, например, как крем для тела пойдет, там может быть 0,2%, а вот крем для лица это 0,15%, не больше. Соответственно, все суперполезные масла, которые вы увидите после отдушки, это такие гомеопатические концентрации, где-нибудь 0,1%, не более того. Но, если вы видите, что крем ароматизировался эфирными маслами, то вот тут уже немножечко сложнее разобраться, потому что получается большой разброс. Эфирные масла в зависимости от того, какое именно мы используем, приходится закладывать где-то от 0,2% до 1% крем. То есть, если это сильно пахнущие, герань, роза у нас, жасмин очень сильно пахнет, это максимум 0,2%, иначе запах будет таким, что голова заболит. Если это лаванда, это может быть 1%, и это будет при этом совершенно нормальный запах, не навязчивый. То есть, с эфирными маслами сложнее, это от 0,2% до 1%. Точно так же вот достаточно сложная ситуация с консервантами, потому что в зависимости от вида консерванта у нас очень разные закладки. От 0,05% до 1%, но больше 1% закладок консерванта не бывает. Поэтому, когда вы отсекаете в составе консервант, то понимаете, что всё, что идёт за ним, в любом случае находится в концентрации меньше 1%. Ещё неплохие маркёры – это витамины, особенно витамин Е, практически всегда добавляется просто для того, чтобы стабилизировать вот именно те масла, которые в составе самого крема. И в таком случае, если витамин Е не вынесен, как отдельный маркетинговый плюс у крема, и не говорится, что вот у нас бешеная концентрация в креме, он у нас источник витамина Е, то тогда его достаточно тоже 1,1%, ну, 0,15% максимум для того, чтобы стабилизировать масла. С витамином А ещё меньше. В общем, всё, что у нас идёт после отдушки, после витамина Е, по большому счёту, можно даже не читать. Потому что в концентрации ниже 1,1% у нас будут работать только очень-очень редкие активы. Некоторые витамины, например, тот же витамин ПП, да, он от нескольких сотых начинает работать. Бесоболол, замечательный противовоспалительный актив, да, он начинает работать, уже какое-то действие оказывает заметное, где-то вот даже с 0,03%. Но вот такие активы, которые работают на очень маленьких дозировках, можно вот реально по пальцам одной руки буквально пересчитать. Всё остальное, особенно когда вы видите богатый перечень масел после отдушки, действительно можно просто вот за скобки выкинуть, это исключительно для маркетинга добавлено. С кремами вроде как в целом описала ситуацию. Давайте перейдём к гелям. У геля состав вот простой, что просто проще даже не придумать. Это вода с чем-нибудь полезным, растворили всякие экстракты, увлажнители, антиоксиданты водорастворимые и зажелировали чем-нибудь, каким-нибудь гелеобразователем. Гелеобразователи могут быть разной степени натуральности, разной степени желирующей способности. Но общее правило простое, в средствах для лица и для век в подавляющем большинстве случаев концентрация гелеобразователя не может быть больше 1%, потому что иначе будет уже очень заметное ощущение стягивающей плёнки. То есть тело ещё простит какой-нибудь антицеллюлитный гель с концентрацией 1,5% гидроксидиоцеллюлоза. Лицо уже не простит, там будет просто нещадное ощущение плёнки, с которым вы не проходите никак. Поэтому в геле та же самая ситуация. Всё, что у нас идёт после гелеобразователя, это точно концентрация ниже, чем 1%. И дальше мы уже отлавливаем концентрации других веществ, ориентируясь на отдушки, на витамины и на некоторые консерванты. Например, если мы говорим о жёстких консервантах, типа Катон-Си-Джи, метилхлор-эзотиазоленон, из жёстких у нас ещё Шарамикс-МСи-Ай есть. Их закладка обычно не превышает 0,1%, чаще всего даже где-то 0,07%, и то в основном только в смываемых средствах. Если вы увидите в составе парабены, если вы увидите мягкие натуральные консерванты, то есть, например, соединение сорбиновой бензойной кислоты, экстракт джимолости, у них у всех концентрации порядка процента для внесения, поэтому на них тоже опираться не получится. По гелям тоже вроде как, в целом по концентрации мы разобрались, какие здесь есть подлянки и подводные камни. Самый основной момент, на котором дурят потребители, это экстракты. Ситуация следующая. Когда мы говорим об экстрактах, мы, естественно, подразумеваем, что хотим увидеть какой-то эффект от этой травки. Для того, чтобы увидеть эффект, мы все понимаем, что нужно набрать работающую дозу действующую. Как определить, есть ли работающая доза по составу? К сожалению, никак. По очень простой причине. Экстракты бывают разные. Бывают фармацевтические экстракты, которые всегда сухие, это порошок, то есть, концентрация экстракта 100%, там вообще нет буфера воды. А есть экстракты косметические, например, экстракты, особенно класса органик, косметические, которые созданы по принципу «одна луковица на ведро воды». Одна луковица на ведро воды – это примерно от полпроцента до процента сухих веществ. Что такое 1% сухих веществ в экстракте? Это взяли сухой экстракт и развели в 100 раз. Соответственно, когда вы видите, например, в составе крема экстракт где-то на первых позициях, вы прекрасно понимаете, что это не может быть порошковый экстракт. Почему? Потому что вообще порошкового экстракта в крем возможно ввести где-то до полуторых процентов максимум. Дальше уже начинают разваливаться гелеобразованные структуры кремов. То есть экстракты высокой концентрации очень плохо выдерживаются мягкими эмульгаторами, эмульсии становятся нестабильными, ну потому что там очень много солиорганических кислот. Кремы разваливаются и невозможно, к сожалению, по экстрактам, по местоположению в составе понять, какой именно туда положили. Можно только, знаете, какие-то рамочные такие моменты для себя отметить. Если экстракт находится на первых позициях, понятно, что это жидкий экстракт, косметический, скорее всего, или глицериновый, или пропиленгликолевый, это означает, что даже если в креме не заявлен глицерин, там все равно будет много глицерина, а самого экстракта, возможно, будет мало. Если крем находится в составе где-то ближе к концу, вот где-то сразу после отдушки или сразу после витамина А, то даже если это сухой экстракт, на него можно фактически не обращать внимания, потому что его концентрация меньше 0,1%. А работающие дозировки практически у всех экстрактов начинаются где-то с 0,5% по сухим. Вот поэтому с экстрактами по большому счету это рулетка. Мы не знаем, сколько положил производитель. И, наверное, единственный маркер, и то такой очень-очень условный, это цвет крема. Если в креме заложен любой экстракт, за исключением совсем светлых. Совсем светлые это пальма сабаля, горциния камбоджийская, вот они практически не дают окраски. Все остальное, даже ромашка, которая достаточно светлая, все равно в дозировке больше 0,5% уже даст окраску крема. То есть любой экстракт в работающей дозировке делает невозможным оставить крем белоснежным. В любом случае будет уже какая-то окраска. Но это такой, знаете, очень слабенький маркер, потому что я в последнее время замечаю, многие производители для того, чтобы, видимо, как раз придать видимость высокой концентрации экстрактов, подкрашивают кремы натуральной карамелью. Поэтому вы внимательно смотрите самый конец состава. Обычно все красители пишутся в самом-самом конце, потому что их дозировки исчисляются сотами, иногда даже тысячными долями процента. И если вы вдруг наблюдаете на что-то типа натурал карамель или просто карамель, то да, действительно, у крема будет уже совершенно натуральный слабо-бежевый какой-нибудь слабо-коричневый цвет, но это не будет никак коррелировать с концентрацией экстрактов. Вот, наверное, в целом по характеристике даже не составов, а как можно примерно понять, чего сколько в креме, я проговорила сейчас все, что хотела. Отдельно нам было бы очень интересно, естественно, рассмотреть какие-то варианты отдельных уже активов, но здесь давайте мы будем ориентироваться на то, что интересно вам. Вот сейчас я хотела бы для примера разобрать один состав, и если у вас будут по ходу дела, по ходу разбора появляться вопросы по каким-то конкретным активам, то накидывайте в комментариях к эфиру или в личку, потому что потом я буду стараться отдельно по этим активам пройтись. Кстати, я забыла проговорить о сыворотках. По большому счету, как я уже говорила, сыворотки с какой целью создавались? У нас есть, к сожалению, некоторые активы, которые просто технологически невозможно ввести в крем в нужной дозировке, в работающей дозировке. То есть, например, они будут разваливать любую эмульсию. Например, замечательный аргинин, который прекрасно улучшает кровообращение, действительно очень хорошо работает на кожу, но при этом он начинает работать где-то с полутора, с двух процентов, а на этой дозировке с ним вообще невозможно крем сэмульгировать, он развалит совершенно любую эмульсию. Очень многие соли органических кислот, к сожалению, тоже разваливают эмульсии напрочь. Некоторые активы просто лучше и эффективнее работают, например, в гелевых текстурах, чем в эмульсиях. Очень яркий пример. Многие низкомолекулярные регуляторные пептиды, что ботокс-лайк пептиды, что пептиды типа айсирила, которые убирают темные круги, отеки под глазами, они все намного сильнее работают в гелевых текстурах, чем в кремовых. И в таком случае, естественно, нам приходится такие активы выносить в какое-то отдельное средство. То есть, например, делать отдельный слабый гель жидкий, который до крема наносится на кожу, он успевает впитаться, после этого вы наносите крем, и крем не сворачивается, не разваливается, у вас уже совершенно нормальные ощущения от средства. Обойти вот эти химические низкладушки какими-то другими методами, к сожалению, не получается. Здесь проще действительно выделить сыворотку просто в отдельный элемент ухода. Далеко не всегда, к сожалению, в масс-маркетовских линейках сыворотка действительно несет свои функции. То есть, чаще всего сыворотка выделяется просто как отдельный компонент ухода для того, чтобы человек купил какое-то дополнительное средство. Хотя по большому счету у нее назначение только одно – это дать те активы, которые технологически в крем ввести уже невозможно. Сыворотка при этом может иметь вообще любую текстуру. Она может быть гелем, она может быть просто водным раствором в какой-нибудь капсуле, она может быть масляной. Вот сейчас становятся очень популярными масляные сыворотки. Что это такое? Это просто смесь масел. Разной степени тоже натуральности, разной степени легковпитываемости. Что-то оставляет жирный блеск, что-то впитывается почти как крем. По большому счету смысла именно в масляных сыворотках большого нет, потому что это получается просто не до крем. Это получается отдельно жировая фаза крема и все. Единственный плюс масляных сывороток – они не требуют консервации вообще. Поскольку там нет воды, а без воды у нас ни одна бацилла не размножается, то на масляных сыворотках совершенно любой производитель может гордо написать без консервантов и действительно консерванта туда не закладывать. Но масляные сыворотки требуют антиоксидантов, поскольку чем больше мы туда положим всяких полезных масел, тем быстрее, к сожалению, она будет окисляться, потому что у масел очень простая зависимость. Чем полезнее масло, тем чаще всего оно нестабильнее в хранении. По сывороткам, в принципе, наверное, все. Давайте сейчас перейдем к какому-нибудь составу, и там уже будет проще на конкретных примерах рассказывать о функциях каждого компонента. И уже в процессе расскажа наверняка у вас возникнут вопросы по каким-то конкретным компонентам. Вот в личку прислали состав увлажняющий крем для жирной кожи. И с вопросом таким, вроде активные ингредиенты хорошие, но вижу несколько эмульгаторов, насколько безвредны для кожи. Изначально заявлен сок алоэ, потом вода, потом растительный глицерин, потом идет дикаприлин карбонат. В принципе, у вот этого вещества есть двойное назначение. Оно выполняет роль и эмульгатора, и эмолента. Что такое эмолент? Эмолентом являются абсолютно все масла и все жироподобные вещества. То есть это то, что как раз замещает кожное сало, то, что обеспечивает скольжение, то, что обеспечивает гидрофобную пленку на коже и блокирует испарение влаги. Ничем хорош именно вот этот дикаприлин карбонат как эмолент? Почему именно его сюда положили, а не какое-то натуральное масло? Очень простая ситуация. Конкретно у этого эмолента есть замечательное свойство. Его называют сухим эмолентом. В том плане, что он дает пудровое, нежирное ощущение на коже. Это исключительно сенсорика. Это все равно производная тоже жирных кислот. Но вот исключительно ощущение субъективное, оно дает как будто крем нежирный. На самом деле на проценте жировой фазы это вообще никак не сказывается. После дикаприлила карбоната, ну он еще несет функции эмульгатора, идет цитиловый спирт. Цитиловый спирт – это жирный спирт, который напрямую не является жиром, но у него есть замечательное свойство. Он очень хорошо стабилизирует любые эмульсии. То есть это не эмульгатор, он просто загущает крем, чтобы крем был кремом, а не молочком. Кстати, есть очень интересный момент. Очень многие путают эффекты эмулькирования и загущения. Вот эмульгатор – это вещество, которое позволяет крему не разваливаться на масло и воду. А загустители и структура образователя делают крем или плотнее, или, если их не положить, делают крем более жидким. То есть если крем плотный, но из него выслоилось масло, то там много загустителей, но не хватает эмульгаторов. А если крем не расслоился на масло и воду, но при этом стал просто жидким, как молочком, это означает, что там не хватило именно структуры образователей. С эмульгаторами все нормально, они держат эмульсию стабильной, а именно плотности структуры образователей не хватило, чтобы превратить это молочко в привычный нам крем. Вот цитиловый спирт, как раз цитилолкоголь, выполняет функцию именно уплотнителя. В принципе, хороший ингредиент, в том числе для кремов, для жирной кожи, потому что у него достаточно низкая комедогенность, в отличие от многих других жировых компонентов. Кстати, у декаприлилокарбоната тоже вроде как формально считается достаточно низкая комедогенность. После цитилового спирта идут уже активные вещества, у нас ферменты черного чая, экстракт сахарамицетов, это какой-то дрожжевой экстракт, это совершенно замечательно для жирной кожи, потому что это всегда будут витамины группы В и противовоспалительные вещества. Глицерил стеорат. Смотрите, глицерил стеорат – это эфир у нас глицерина и стеориновой жирной кислоты. Абсолютно натуральное происхождение, все замечательно, токсичность никакая у него, его можно есть, это пищевое вещество. И он очень хорошо загущает эмульсии. Проблемка есть может быть только в том, что у глицерил стеората и вообще у всех стеоратов достаточно высокая комедогенность. Начиная от самой стеориновой жирной кислоты и любые ее соединения, эфиры с любыми спиртами, к сожалению, комедогенно. Кстати, вот по декаприлилу карбонат я не проговорила насчет токсичности, непосредственно токсичность у него очень низкая. LD50 выше 5000 – это не то чтобы столовыми ложками, но чайными ложками можно есть, не отравитесь. Поэтому совершенно спокойно, учитывая, что это эфир тоже натуральных жирных кислот, можно не бояться как эмульгатора этого эмалента, несмотря на то, что у него ненатуральное происхождение. То есть это продукт достаточно глубокой уже химической переработки жирных кислот. Глицерил стеорат можно считать абсолютно натуральным компонентом, но он комедогенен. Итилгексилпальметат – очень интересный ингредиент. Смотрите, итилгексилпальметат позиционируется как один из натуральных аналогов силиконов. В каком смысле? Это у нас эфир пальметиновой жирной кислоты. Это достаточно длинная жирная кислота, которой как раз много в пальмовом масле. И обычно с ней масло достаточно плотное и при комнатной температуре. Она тяжелая. Но вы помните, что у нас молекула любого масла – это трезубец. На молекуле глицерина висят три хвоста жирных кислот. Это может быть, например, та же пальметиновая жирная кислота. Но когда мы взяли глицерин, оторвали, а вместо этого поставили молекулу другого спирта, например, этанола, то у нас получился уже другой эфир, у которого совершенно другие сенсорные характеристики. Вот как раз у этилгексилового эфира и пальметиновой кислоты и других жирных кислот получается очень хорошее такое пудровое сухое ощущение на коже. То есть они дают ощущение полностью не липкое. Вы намазали вроде крем плотный, при этом он достаточно быстро впитался, и у вас не осталось жирной пленки. Наоборот, осталось ощущение на коже, как будто вы ее слегка припудрили. Вот то, что называется пудровое ощущение. То есть здесь получается достаточно сложная система, благодаря которой добиваются именно ощущения нежирности крема. Но опять же, это не имеет никакого отношения с реальным содержанием жирной фазы. Здесь просто идет игра на сенсорных ощущениях, на субъективных наших ощущениях. Но сам по себе, кстати, компонент очень хороший, он экосертовский, он разрешен и экосертом, и космосом, всеми системами сертификации. А дальше уже пошла целая куча активов, смеси масел, смеси, какой-то биоактивный комплекс восьми ягод. Скорее всего, речь идет о полифенольном экстракте. Пантенол, что очень здорово для жирной кожи, потому что он имеет противовоспалительное свойство. Алантаин, то же самое, противовоспалительный агент, это очень хорошо для жирной кожи, а дальше идет стеариновая кислота. Помните, я говорила, у нас все соединения стеариновой кислоты и сама стеариновая кислота, к сожалению, комедогены. Почему она здесь в составе, объясняю. Дело в том, что здесь состав пытались максимально облегчить по жиру. Как я говорила уже, у нас практически все эмульгаторы очень не любят составы кремов с низкой жировой фазой. Эмульгаторы очень плохо тогда работают, кремы легко разваливаются. И достаточно простой способ удержать крем, причем придать ему нормальную текстуру, это вместо масел напихать туда побольше именно структуры образователей. Какие структуры образователей? Прежде всего жирных спиртов, цитиловый спирт, цитиариловый спирт и любых эфиров стеариновой кислоты и сама стеариновая кислота. То есть зачастую вы добавляете 1% стеариновой кислоты в креме и получаете большую плотность, чем от 7% масла ШИ, которое при этом еще и гораздо-гораздо дороже. То есть вот стеариновая кислота и ее соединение это исключительно способ придать крему достаточно плотную текстуру, чтобы он был похож на крем, а не на слабенькое молочко. Но вот для жирной кожи любые соединения стеаринки это не очень хорошо. Дальше пошел крахмал. Крахмал просто как загуститель. Экстракт коры белоивы, кстати, с Аликсальба замечательный совершенно. Почему? Потому что у нас экстракт коры белоивы это источник натурального аспирина. Он содержит натуральные салицилаты. Мало того, мало кто знает, кстати, изначально, когда аспирин выводили на фармацевтический рынок, вот, например, компания Байер, у нее в аспирине 10% было именно экстрагированных салицилатов из коры белоивы, а остальное уже синтетически полученные и отстелированные салицилаты. Сейчас, конечно, этим уже не пахнет в аспирине, понятное дело. Но в целом, любые экстракты коры белоивы, это совершенно замечательный противовоспалительный агент, причем он работает по известному механизму, как все нестероидные противовоспалительные, как аспирин. Очень хорошо изучен. Это блокада цикла оксигеназа первого и второго типа. То есть это реально работающий компонент, и он здесь, скорее всего, будет работать. Токоферол, витамин Е, он здесь исключительно для стабилизации самого крема. Сквалан тоже очень хороший ингредиент, потому что жирная кожа очень часто бывает пересушена и обезвожена неграмотным уходом и нарушен эпидермальный барьер. Дальше идет магнезиум аскорбилфосфат. Это форма витамина С, причем, наверное, одна из лучших форм. Почему? У витамина С в кремах есть одна большая проблема – его жуткая нестабильность. И, в принципе, усилия практически всех разработчиков сырья идут по направлению придания стабильности разным соединениям витамина С. Вот аскорбилфосфат магния является одним из таких эталонных сейчас форм витамина С именно для введения в крема. Поэтому здесь это очень хорошо, но, к сожалению, его концентрация не больше 0,1%, поэтому рассчитывать на какие-то серьезные омолаживающие, например, эффекты здесь не приходится. Здесь он явно несет просто техническую функцию стабилизации крема как антиоксидант. И дальше пошли у нас целая куча экстрактов. И вот сейчас мы возвращаемся к тому, с чего я начинала. У нас есть маркеры концентрации. У нас здесь есть хороший маркер концентрации. Это тот же токоферол, который уже идет после экстрактов, после пантинола, после алантаина. Алантаина, кстати, в крем невозможно ввести больше где-то 0,7%, иначе он начинает выкристаллизовываться. Крем становится как скраб. Там появляются такие мелкие твердые частички. И вот уже после алантаина у нас прошло еще несколько ингредиентов, и после витамина С у нас пошел список экстрактов. На эти экстракты можно уже не смотреть. То есть вот реально из вот этого списка работать будет экстракт коры белой ивы, потому что он стандартизован, он здесь наверняка фармацевтический и с четко контролируемой концентрацией как раз салицилатов. И по большому счету, наверное, экстракт сахармицетов, да, тут его достаточно много, он идет сразу же после цитилового спирта. То есть экстракт вот этой культуры дрожжевого можно рассматривать именно как работающий компонент, причем основной работающий компонент. Все остальное это уже для красоты. Здесь в качестве консервантов, обратите внимание, я наталкивалась в фенитиловый, по-моему, спирт. Сейчас я увеличу. Да, после гибискуса, после экстракта гибискуса идет фенитиловый спирт с этилгексилглицерином. Они являются синергистами. И фенитиловый спирт, несмотря на название, не бойтесь его, это один из самых мягких и хороших консервантов. Но, к сожалению, они достаточно слабые, и он не может обеспечить долгую сохранность крема. Скорее всего, срок хранения этого крема, я думаю, где-то год в закрытой упаковке и месяца три в открытой. Причем год в закрытой, это будет в упаковке что-то типа или вакуумной помпы, или в лучшем случае флакон с дозатором. Полтора года это простоит только в вакуумной помпе. Все, на больший срок вот этот консервант уже крем не удержит. В целом, по составу крем отличный. То есть здесь по натуральности сложно что-то предъявить. Те компоненты, которые получены синтетическим путем, о которых я говорила, на самом деле, несмотря на синтетический способ получения, являются идентичными или очень похожими на многие натуральные компоненты. Поэтому я бы к таким компонентам не придиралась и считала состав соответствующим требованием косметики класса Органик по действенности. Этот крем будет именно больше с увлажняющим эффектом, но не противовоспалительным. Здесь противовоспалительные компоненты вынесены в конец. То есть этот функционал на втором месте стоит. А так, в принципе, придраться не к чему. Состав очень хороший. Поэтому по разбору конкретно этого крема, наверное, все. Давайте сейчас я посмотрю, есть ли какие-то составы, есть ли какие-то вопросы. И если вопросов нет, то замечательно. Давайте будем заканчивать. Я вас всех благодарю за внимание. Кидайте вопросы по активам, по моментам в составе, которые вам непонятны. Возможно, те составы, которые вам были бы интересны. И буду комментировать. Жду ваших вопросов. Вам всем отличного вечера. Продолжение следует...